Привет, дорогие сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон Эс, и на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Кстати, я хочу напомнить, у меня есть мой основной канал, и сегодня вышло просто разгромное видео на суперскандальную Яну Рудковскую, я говорю про это самое видео. По этой ссылочке вы можете пройти и посмотреть интереснейшее гадание, она интереснейшая, вы знаете, она вызывает негатив, но как человек достаточно скрытный, она очень интересна, поэтому кто пропустил сегодняшнее видео, ребятушки, ссылочка будет также в описании, подписывайтесь на мой основной канал, мы с мамой гадаем там раз в субботу, у нас таинственные таро, кому интересно сама тарология, как мы читаем карты, кому интересно углубленные сплетни на монофигуры, обязательно подписывайтесь и не пропустите сегодняшнее видео. Это был просто разрыв мозга. Тем временем первый канал штормит не по-детски, но не ожидали они, что Милохин кинет их так, что какой-то там пацан, какой-то там тиктокер просто вильнет хвостом и уедет в Дубай, сейчас он по пути в Америку. И вот, пожалуйста, дорогие мои, на ледниковом периоде сейчас был замечен сын Ильи Авербуха, 18-летний Мартин, там был замечен, значит, вместе с ведущим шоу Алексеем Ягудиным, около тренировочного льда. И только что вот мы говорили, что вчерашним видео будет вместо Милохина Алексея Лукин, который снимал с Ивановой Ивановой, однако сегодня пишут еще и другое. То есть они сейчас вот просто как курицы без головы бегают, пытаются найти адекватную замену Дане Милохину. И увидели сейчас на съемочной площадке также Антона Рогачева. Сам Антон Рогачев тоже умеет кататься на коньках. Одна из его, кстати, киноработ и была как раз в «Небесной команде». Это фильм, который посвящен хоккеистам Локомотива. Но особенно сейчас всех просто шокировало то, что Рогачев неимоверно похож на Дане Милохина, такой же худенький, такой же блондин. И в то же время умеет кататься на коньках. Сразу, конечно, пошли. Браво земляку, будем ждать выступления. Успеха Антону и Евгении в проекте. Такого глупого, как Милохин, трудно будет найти. Вы знаете, здорово, конечно, что сейчас они изо всех сил пытаются найти Милохину замену. И я так понимаю, они сейчас смотрят не просто на симпатичного пацана, они сейчас смотрят, чтобы еще и пацан был похож на Милохина. Но они забывают одну простую вещь. Если Дане Милохин... Ребят, как бы вы ни относились к Дане Милохину, ой, глупый, недалекий, какие только эпитеты. Я не читал про Милохина, нужно отдавать отчет. Это самый популярный, один из самых популярных тиктокеров в Российской Федерации. И нельзя умалять влияние его на молодежь, на его популярность. И смешно мне теперь смотреть, как отчаянно они ищут замену Дане Милохину. Ребят, для меня это в любом случае показатель. Это однозначно показатель, это однозначно лакмусовая бумажка, когда люди уезжают из страны. Вне зависимости от того, какие плюшки им это самое государство дает, лучше быть свободным, чем играть по этим самым правилам. На самом деле, как я говорил уже раньше, и это повторю очередной раз, на Милохина ставили большие ставки. Парень популярный. И его как раз тренировали, растили, чтобы он возглавил самый вот этот вот молодой электорат, который вообще телевизор не смотрит. И здесь же вся фишка не в том, что Антон Рогачев великолепно умеет кататься, и он уже снялся в кино. Здесь вся фишка, весь смысл присутствия Милохи на этом самом проекте был как раз в том, чтобы привлечь молодую аудиторию к телевизору, который никто давным-давно не смотрит. Сами дискретизировать и сделали все в своих силах, чтобы разрушить телевидение в России. Никто ничему не верит. Настолько стало все неинтересно, как в нашем прошлом видео говорили. ТНТ сейчас прекратилось снимать комедийные сериалы, потому что все, кто более-менее был, уехали. И сейчас пытаются всеми силами затащить новый электорат. Электорат, конечно, электорат на телевизор, чтобы те его смотрели. И вот, пожалуйста, отъезд с Даней Милохиным шокировал абсолютно всех. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Просто неимоверно послушать, что вам есть сказать по этому поводу. Нойз МС дал интервью Юрию Дудю вчера, буквально вот на данный момент, 20 часов назад. Интересное получилось интервью. Дудь, это для меня очень спорный человек, потому что очень часто лично для меня гости, которых он приглашает в свои шоу, они неинтересны. Они интересны Юрию, и там миллионы просмотров. И часто я не понимаю, по какой причине, про миллионы просмотров, а ну элементарно неинтересное интервью. Но вот Нойз МС дал интервью, было что ему сказать. Я с огромным удовольствием это все посмотрю. Я обязательно оставлю ссылочку на это самое интервью. И вы знаете, для меня интересно, что показалось. Что, как ни странно, самые свободомыслящие, самые не стесняющиеся и не лезущие в карман за словом люди, если раньше, например, были какие-то поэты, то теперь это рэперы. Кто бы мог подумать, настолько серьезные люди в этом деле, люди серьезные в каком плане, с четкой гражданской позицией. Цитата. Это угнетающее чувство иногда греет и утешает это романтический ореол. Такая психологическая защита. Наверное, ты каждый день живешь и не уверен в завтрашнем дне в концерте. А это главная часть твоей работы. Это Нойз МС говорил о том, как жить, когда тебя прессуют. Мы в 2019 году, интересно, поговорили на эту тему с Оксимироном. Он как-то сказал, ты противостоишь машине, комбайну, которая молотит и молотит. А ты маленький и ничего не можешь с этим делать. Вы знаете, дорогие мои, я на самом деле здесь абсолютно согласен. Почему я, например, здесь на этом канале прекратил обсуждать политику? Потому что она неимоверно депрессивна, она неимоверно вгоняет в ступор. И, знаете, ощущение безнадеги и безвыходности. Вот что вызывает у меня сейчас любая тема о политике. Вне зависимости от какой страны. Поэтому я сейчас больше концентрируюсь на шоу-бизнесе. О чем мы так привыкли здесь обсуждать. Все вот эти вот подковерные дрязги. Это очень интересно. Но даже подковерные дрязги, дорогие мои, даже люди, которые, в принципе, далеки от политики, в наше сегодняшнее время, они идут все равно в контексте, в свете политической позиции. О том, что случилось, когда он его спросил, что бы случилось, если бы ты остался. Помню, пошли новости. И очень интересно сказал о признании ДНР и ЛНР. Что я воспринял не просто тревожно, а как сигнал. Вот оно. Началось. Но при этом я ожидал, что конфликт будет лекаризован в рамках Донецка и Луганской областях. Я думал то же самое, дорогие мои. Я думал, будет аннексия Донецка и Луганска. И это я говорил постоянно в течение последних нескольких месяцев. Я был уверен, что это не пойдет на территорию всей оставшейся Украины. Это достаточный кошмар сам по себе, говорит Нойз МС. Помню, это нарастающее нервное напряжение, переходящее в ощущение, что полномасштабная трагедия неизбежна. И, конечно, он говорил об отъезде из России. Сейчас он живет в Литве с женой и детьми. Не мог он оставаться в России. Для него оставалось только два сценария. Как я сказал Нойз МС, это сесть в тюрьму за антивоенную деятельность. Либо помалкивать в тряпочку и пытаться как-то зарабатывать. Вы знаете, что самое ужасное, дорогие мои, что сегодня антивоенное действие, это просто посты в Инстаграме и просто высказывание своих мыслей вслух. Вот что такое в глазах Российской Федерации и законодательства Российской Федерации является антивоенная деятельность. Ну и, конечно, он говорит, что он сделал недостаточно, чувство вины у него есть. Стоило больше об этом говорить со старшими родственниками и то, что вести себя более радикально. Вы знаете, ничего бы не помогло. На самом деле, вот так вот оглядываясь назад, вся моя критика... Все равно же мы обсуждаем здесь политику, правильно? Вся моя критика того или иного политика. Вся моя критика тех или иных каких-то ивентов, это было неважно, дорогие мои. Все, кому было что сказать, они это говорили вслух и громко, и их слышали. И все равно это ничего не поменяло, потому что из года в год, из месяца в месяц велось к тому, что будет попрание всех свобод. Так оно сейчас и случилось, дорогие мои. И, конечно, использование закона так, как нужно в диктатуре, а не так, как нужно в интересах граждан, например, этой же России. Ну и, конечно, он интересный момент сказал о русофобии в Европе. Цитата. Это превратилось в главную страшилку российской пропаганды. Русофобия – это полная чушь. Литва – дружелюбная страна, тут дружелюбные люди. В Литве очень следят за дискриминацией. Там большие русские и польские диаспоры. К таким вещам там относятся трепетно и внимательно. Нет, я рад, дорогие мои, что вот так вот в обыденной жизни, в жизненной рутине он не наткнулся на русофобию. Но я человек с европейским паспортом, но говорящий мой родной – это русский язык. В любом случае, все равно ты ловишь косые взгляды и все равно ты наталкиваешься на напряженное отношение к тебе. Хотя, опять же, вот сидели мы с другом буквально пару дней назад в самом центре города, на центральной площади, пили пиво. И сидели рядом с нами трое человек, бельгиец, из Греции и из Финляндии. Было, значит, съезд пожарников. Да, это была такая тема. И вот они все трое пришли после этих самых занятий, сидели рядом, пили пиво. И когда они спросили, откуда вы, я сказал, ну вот я из Эстонии, на каком языке мы говорим? Мы говорим на русском. А друг говорит, а я из России. И, вы знаете, я немножко внутренне поднапрягся, потому что ты не знаешь, какая будет реакция. Да, реакция была нормальная. Спросили, что по политике, все ли так плохо, почему здесь. И тот ответил, а что по политике, все вы знаете. Все ли так плохо, ну вот я здесь в Европе, а не в России. А какое будущее? А будущее это только время покажет, потому что в наше время, дорогие мои, можно ожидать абсолютно всего. Повторюсь, я оставлю ссылку на видео. Интересно будет, я думаю, посмотреть. Рад я, что Дудь использует свою многомиллионную аудиторию на освещение настолько серьезных проблем. И я искренне верю, что люди, которые видят и слышат это все, они будут делать правильные выводы, а не воспринимать все в штыки. Мне интересно, кто посмотрел это самое видео. Давайте пообщаемся в комментариях. Интересно послушать ваше мнение. И вот так вы знаете, спустя 8 месяцев войны, с 24 числа это все прошло. Интересно послушать, особенно россиян. Для украинцев это боль, для украинцев это разрушенная страна, дома, города. Аннексированные это трагедия национального масштаба, которая не забудется поколениями. Мне интересно послушать русских сплетников, ребят. Как сейчас вот воспринимаете, опять же, вот до 21 сентября воспринималось все иначе. То, что по своей интересной видео на канале редакция. А после 21 сентября, когда затронуло практически все, у кого есть мужчины. Мы говорим здесь, конечно, про мобилизацию. И огромное количество людей по-другому взглянули на эту ситуацию. И вот мне интересно послушать ваше мнение. Собираетесь ли уезжать? Уже ли уехали? И как вообще вы видите свое будущее в родной России? Которая, ну не друг она своим гражданам. Если ты имеешь хоть какое-то инакомыслие. А инакомыслие, оно приветствуется, потому что это ваша свобода. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Ух, у Канги Вес самые настоящие проблемы. Только что вот он зашел в офис Скетчерс. Кто не знает, Скетчерс это тоже компания, которая производит спортивную обувь в данный момент. И вот они, значит, он нанес неожиданный визит в корпоративный офис Скетчерс в Лос-Анджелесе. Для того, чтобы побеседовать о сотрудничестве. Там его попросили срочно покинуть здание. После этого бренд выпустил пресс-релиз, подтвердив, что Уэст прибыл, цитата, без предупреждения и без приглашения. Он снимался несанкционированной съемкой. И двое руководителей Скетчерс выпроводили его и его компанию издания после короткой беседы. Я напомню, Скетчерс как раз владеют ребята, которые евреи. А если вы, дорогие мои, начинаете заигрывать с антисемитизмом, да, а начинаете обобщать людей по признаку, особенно нападая на евреев, это везде карается уж точно. Они в Голливуде, где еврейская мафия. Ребята, надо называть вещи своими именами. Но не там Канье Уэст должен был открывать свой рот. И не начинайте мне здесь, дорогие мои, про свободу слова. Антисемитизм и свобода слова – это абсолютно разные вещи. И нужно думать, что ты несешь. И плюс ко всему, если добавляем уже вот в этот вот огонь масла, его скульптуру, восковую фигуру из-за лондонского музея Мадам Тюсо тоже вынесли. И вслед за Адидасом и банками от Канье также отказались адвокаты. А его треки были удалены из Эппл-мщусика. Его футлокер убирает его коллаборация с Адидас. Изи, The RealReal – это компания, которая занимается перепродажей пользованных брендовых вещей. Не разрешают людям, которые хотят выставить Изи. Ну, сейчас же горячая тема, да, Изи больше не будет. Коллаборация с Адидас закончилась. Не разрешают перепродавать вещи, которые были выпущены под коллаборацией Канье Уэст и Адидас. И сразу после этого Канье обратился к Ари Эммануэлю, миллиардеру еврейского происхождения, владельцу UFC, который призвал компании прекратить работать с ним. Ари Эммануэль, я потерял два миллиарда долларов за день. И я все еще жив, так он написал. Это любовная речь. Я все еще люблю тебя. Я не живу ради денег. Я живу ради людей. Я не знаю, какие мысли в голове у Канье Уэст. Но вы понимаете, да, дорогие мои, сначала футболки на показе в Париже. А потом пара антисемистских высказываний. И твоя карьера закончилась. И вы знаете, что интересно, да? Не он первый, у кого карьера заканчивалась в полнейшей ноль. И, дорогие мои, его частная школа, которую он не так давно открывал, она с религиозным уклоном была тоже, была немедленно закрыта. Так вот смотришь, и ты понимаешь. Думаешь, что говоришь. Я моментально читаю сотни комментариев. Вот она, свобода слова. Это не свобода слова, дорогие мои. Это думаешь, что говоришь. И не дискриминируй других людей своими словами. Что бы вы думали, певец Витас, вот только что говорили вот в этом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Он опять напился, пошел брызгать баллончиком в непонравившуюся ему посетителя караоке-бара. И ему сейчас грозит два года тюрьмы за нападение на чиновника Минтруда. Я напомню, он брызгал в глаза чиновника Минтруда. Согласно полученной информации, 22 октября это все произошло на Садово-Кудринской улице. И вот после словесной перепалки 38-летний певец брызнул в глаза султану Джандигову. У меня здесь замечательно с фамилиями, да, и с окончаниями, и с ударениями. Он меня смотрит регулярно, вы это знаете. И вот этот султан теперь, видимо, не даст певцу Витасу уйти сухим из воды. Ну, на самом деле, ребят, знаете, такая позиция в жизни. Тебе все возможно, тебе все доступно только потому, что ты какой-то там Витас. К сожалению, да, какой-то там, потому что давно ничего неизвестно, давно ничего не слышно. Мужик получил химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз против Виталия Грачева. Именно такое имя Витаса. Сейчас заведено уголовное дело о причинении насилия. Ммм, кошмарище. Значит, Эл Джей продает сейчас свою тачку, дорогие мои. И фанаты просто сходят с ума. Во-первых, конечно, легендарная тачка за 10 миллионов рублей, она продается. Средняя тачка такого ранга продается за 7. И, конечно, бонусом идет момент переоформления тачки. Потому что сам Эл Джей должен, по идее, прийти и непосредственно сам переоформить эту самую тачку. Значит, в Дубае сейчас. И, значит, его представитель, который продает тачку, пишет следующее. Здравствуйте, напишу сразу, так как много вопросов. Да, это его машина. И этот не он отвечает на Авито. Он может присутствовать только на переоформлении авто. Обмена нет, торг есть. Но только с реальным покупателем. Если объявление висит, оно актуально, деньги скидывать не буду. Легендарное авто и бла-бла-бла. Но не знаю, авто такое BMW. Абсолютно ужасные окраски. 10 миллионов рублей. Но я не знаю, насколько у его поклонников есть такие деньги. Но, тем не менее, мемуары мятежного принца, дорогие мои, выйдут 10 января. Здесь мы, конечно, говорим про мемуары принца Гарри. А ждем, конечно, молчаливого негодования Королевского дворца. 460 страниц и том его воспоминаний и мыслей называется «Запасной». «Спэр» – «Запасная часть». На испанском эта книга переведена была как «В тени». Ну, считайте, одно и то же, да. И, значит, там он много, как утверждают источники, говорит о том, о переживаниях после ухода матери, об отношении к нему Королевского дворца и членов его семьи. Также анонсируется, дорогие мои, как история мужа, отца, гуманиста, ветерана вооруженных сил, защитника психического здоровья и окружающей среды, который сейчас проживает в Санта-Барбаре с женой, собаками и двумя детьми. Вот, знаете, рубаха-парень, да. Королевский дворец, конечно, в шоке ожидают они этот мемуар. Я уверен, будет бестселлер неимоверный. Я уверен, заработает он кучу денег. Опять же, вы должны понимать, что принц Гарри – это королевская кровь. Это прямая наследственность. Но нету там проблем с деньгами. Надо называть вещи своими именами. Королевский биограф Ричард Фитц Уильямс в беседе с изданием Daily Mail рассказал, что последствия выхода книги могут быть очень разрушительными. Он отметил сенсационное название мемуаров, запасной. Предположил, что оно подразумевает, что Гарри не ценили или что он не чувствовал себя в центре события. Вы знаете, вот они, те самые обиженки, которым все везде всегда были должны. Не ценили их. А вот, видимо, жена вбила ему в голову, какой он незаменимый, какой он замечает. Вы знаете, мне всегда им вопрос такой в голове. Была бы она с ним, не будь он принцем Гарри? Вот давайте я вот так сформирую вопрос, да? Конечно, я не буду сейчас врубать наивного мальчика и говорить, ой, вы знаете, его титул и его богатство и его присутствие на мировой сцене не играет роль. Да, конечно, это все играет роль. Но просто сейчас я все, что я вижу, когда я смотрю на это семейство, это как женщина разрушила отношения парня с его семьей. Сделала все в своих силах. Дорогие мои, вратительно. Собчак грозит штраф в 200 тысяч рублей и 400 часов публичных работ. Или как там называется? Исправительных работ. Наверное, должно быть публично. Чтобы драилось стены Кремля от грязи и пыли. За то, что она скрывала, что у нее есть израильское гражданство. Слухи о том, что у нее израильский паспорт были давно, мы об этом тоже снимали. В нашем прошлом видео мы об этом говорили. И вот буквально вчера директор Литовского департамента госбезопасности Дариус Яунишкис в эфире радио подтвердил, что она въехала в Литву по израильскому паспорту. Виза ей не нужна. Она может оставаться в стране в течение 90 дней. Цитата. Пока у нас нет конкретных разведывательных данных о том, что она может представлять угрозу Литве. Если бы они были, то могут быть приняты соответствующие меры. Ксюш, ты вот в Европе сейчас, ты близка как никогда, напиши, номер телефона есть, я жду, я очень хочу выпить с тобой вина. Вот был бы, знаете, финтышами, да, с Антоши Эс? Набухались бы, как черти. Говоря про бухлишко, Мэтью Перри посетовал журналу GQ, дорогие мои, вот его замечательное, конечно, полно сарказма, фотосессия для этого самого журнала, что он потратил 14 миллионов долларов с алкоголем и проиграл. Он проиграл, да? Ах, чувак, как же ты плохо выглядишь, как же плохо выглядишь. Знаете, вот, блин, его типичная тема, нестриженные ногти. Вот журнал GQ, то есть, вы понимаете, да, там есть еще и фотошоп, и ты смотришь на нестриженные ногти Мэтью Перри. Я не понимаю, что за тема, я не понимаю, почему нельзя постричь, блин, ногти на руках. Ну, это же, знаете, я, у меня вот чуть-чуть, ну, у меня не отрастают ногти, потому что я работаю каждый день на компьютере, и чуть что, вот миллиметр лишний, ты чувствуешь, как ногти скребут по авиатуре. Я молчу про эстетику. Если я вижу парня с нестриженными ногтями на руках, я, во-первых, такое не вижу, потому что это прям выходит из рамки, и здесь не про бодипозитив, здесь про вот такие позывы, да, и ты смотришь на мужика, пропитый, прокуренный, пронюханный мужик, и 14 миллионов, которые ты потратил, тебе не помогли. Это факт, который только, может быть, 44 миллиарда потратил господин Илон Маск на покупку Твиттера. Сразу после этого он опубликовал вот этот вот твит, папочка Твиттера теперь, да, the bird is free, птичка наконец-то освобождена, говорит, не будет такой строгой цензуры, никаких пожизненных банов. Скорее всего, Дональд Трамп будет возвращен на платформу, хотя он сказал, четко сказал, я не вернусь в Твиттер, даже если будет смена руководства. Зашел он в офис вот так красиво, с раковиной в руках, и мужик, конечно, молодец. Я обожаю Илона Маска. Ребят, я обожаю спорных людей, которые далеки от шоу-бизнеса, но настолько у них вот харизма есть, да, что вот неважно, что он несет, ты просто пой, птичка, пой, ты услада для моих ушей. Я надеюсь, это будет, знаете, заново перерождение Твиттера. Я уверен, что то, что сможет сделать Илон Маск, не смог бы сделать абсолютно никто. Серьезную цену заплатил, было долго судебное разбирательство, он выяснял, сколько там ботов, сколько накрученных этих, и в итоге все это было куплено. Ну вот, поздравляем, значит, с нашим папочком всех пташечек. Папочка пташечек. Что я несу? Из рот надо вымыть после этого. Папочка всех пташечек это я, а Илон Маск это папочка Твиттера. Давайте не мешать этих двоих, потому что я знаю, очень сложно, неотличимые персоны, но давайте постараемся. В нем, в случае, все комментарии открыты. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие мои спецники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддержим приюты для бездомных животных. Я знаю огромное количество из вас, раз в месяц, два раза в месяц отсылают небольшую копеечку волонтерам, приютам. Ребят, продолжайте это делать, прогуглите местный приют и обязательно помогайте, потому что, как ни печально, но наша комьюнити одной из немногих, которая регулярно об этом говорит, и которая регулярно помогает, потому что мы адвокаты братьев наших меньших, и доказываем каждый божий день на этом канале, что мы сплетники, мы не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости до сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Ребят, честно благодарен каждому, кто становится спонсором на канале в нашей сегодняшней сложной ситуации. Помощь зрителей, ваша помощь, даже если вы просто не пропускаете рекламную интеграцию с самого Ютуба, это гигантская помощь нам продолжать снимать каждый божий день. Обязательно подписывайтесь, у нас самое интересное сообщество в русскоязычном блогинге, без сомнения, это не мои слова, это слова ваши, поэтому вступайте в ряды сплетников. Сплетник на этом канале звучит гордо. Ну и, конечно, не забывайте, на новом основном канале вышло сегодня шикарное видео. Видео будет шикарное завтра, у нас все видео шикарные, поэтому увидимся завтра. Я вас всех люблю, хороших выходных. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok